Чебоксарские трактора претендуют на победу в известном телешоу. Минута славы для них уже пробила. В эфире федерального канала многотонный бульдозер проехал по стальным канатам. Этот трюк принес победу участникам шоу. Сейчас за чебоксарцев голосуют зрители. Как на четвере готовились сделать невозможное и на что они планируют потратить свой выигрыш? С главными героями опасного номера сегодня встретились наши корреспонденты. Их бульдозеры уже рисовали картины, разбивали куриные яйца и даже копировали танец маленьких лебедей. Но никогда еще тяжелые машины не показывали зрителям столь опасные трюки. Испытательный полигон завода, стальные канаты натянуты над большой пропастью. В то, что это удастся сделать до конца, не верил никто. Этот трюк смертельно опасен. Вы только представьте, что вы падаете из трехметровой высоты в легковом автомобиле. А теперь осознайте, в кабине трактора нет подушек безопасности. За несколько недель до съемок главные герои этого видео буквально жили на полигоне. Сначала расчеты на бумаге, затем тренировки. Каждый день с утра и до самого вечера. Управлять первым в мире трактором-канатоходцем пришлось ему. Свои действия Сергей Егоров оттачивал до мелочей. По канатам он проезжал вслепую, ориентировался только на команды своего коллеги. Доверить исполнение подобного трюка могли только ему. На заводе Сергей испытывает в деле новые машины. Я сам на трактор-насосе с 2004 года. И с тех пор работаю испытателем. Но испытывал всякую технику. Но я тоже родной, как для меня, вот эту хоть машину водить легковую. Хоть нашу технику. Ну и уверен, что не подведет эту технику. В последний момент под бульдозером появляется погрузчик. Одно неловкое движение и многотонная машина может буквально вдавить его в грунт. Это самый острый момент их выступления. Зрители наблюдали за ним, затаив дыхание. В кабине мини-трактора тоже находился водитель. Я много лет работал в цирке, но то, что происходит сейчас, вводит в шок даже меня. Смертельным трюк казался только в эфире, признаются его главные герои. На самом деле их жизням ничего не угрожало. На обоих концах тросов установили вот такие зацепы. Гусеницы бульдозера тоже секретом. В них проделаны отверстия. Мы сначала перед передвижением ставили платформу, которая в случае непредвиденной ситуации она бы просто поддержала. И после неоднократных проверок перед движением подростков мы уже приняли решение. Не обдумываемых решений в наших выступлениях нет. Победа зависит от того, понравился или нет этот номер телезрителям. Если главный выигрыш достанется заводу, то его, возможно, поделят между всеми работниками. Авторы трюка в ближайшее время вновь планируют удивить чем-то необычным. Но подробностей они пока не раскрывают.